Игорь Яновский, еще одно на сей раз французское приобретение ЦСКА. Виталий Шевченко, памятуя о разгромном поражении от крылышек, в первом тайме сделал основной акцент на оборону. Поэтому воинам, прибывшим из Югославии, Боснии и Франции, пришлось до перерыва изрядно попотеть, чтобы одолеть редуты, воздвигнутые у ворот Валерия Воробьева. Правда, одного трудолюбия для Виктории оказалось недостаточно. Более того, торпедовцы не раз делали отважные вылазки в неприятельский стан. И если бы не украинская краса и гордость армейцев Сергей Перхун, мяч вполне мог побывать в воротах ЦСКА. Армейцы очень старались, но с игры до перерыва так и не забили. Зато им удалось это сделать со штрафного, который заработал настырный Денис Попов. Станислав Лысенко на 35-й минуте послал мяч в сетку мимо застывшего в воротах голкипера. Однако будущего главного героя Лужниковского спектакля на поле еще не было. Спартак Гогниев усиленно разминался и ждал своего звездного часа. Тем временем в очередной раз блескнул талантом Перхун, прервавший верховой пас в свою штрафную. До перерыва номинальные гости для приличия провели еще несколько опасных атак и умиротворенными подались в раздевалку. В аналогичном настроении воины вышли на второй тайм. И в дальнейшем, как оказалось, поплатились за это. Торпедовцы ринулись вперед, что стало явным сюрпризом для обороны ЦСКА. Тем временем на поле появился Гогниев, который, сразу засучив рукава, принялся за работу. Вскоре экс-динамовец, а ныне армейский форвард, вышел один на один с Воробьевым, но пробил намного выше ворот. Не забил, получив свои. На 75-й минуте Вячеслав Даев сравнял счет. Казалось, что сил на финишный рывок у ЦСКА не хватит, но вы не забыли об упрямом Гогниеве. Свой первый гол за ЦСКА он провел на 87-й минуте, второй на последних секундах матча. Что ж, если в первом тайме не забил Попов, то во втором обязательно забьет заменивший его Гогниев. Теперь всем соперникам ЦСКА нужно привыкать к этой аксиоме.